Это вечерние новости на РТВ. В студии в Нью-Йорке Денис Малинин. В ближайшие полчаса главная тема этого вторника. Сегодня 24 ноября. В США начинается формальная процедура передачи власти избранному президенту. Трамп все еще не признает результаты выборов. В Европе каждые 17 секунд умирает пациент с COVID-19. Репортажи из Германии и США о ситуации с коронавирусом. Историку Юрию Дмитриеву продлили арест еще на три месяца. И Китай запустил ракету-носитель с аппаратом, который доставит на Землю образцы грунта с Луны. Итак, в США формально началась процедура передачи власти о Дональда Трампа Джо Байдену. Накануне вечером власти Мичигана официально объявили, подсчет голосов завершен и победил там Джо Байден. Это значит, что сомневаться и чего-то ждать больше нет смысла. Через два часа после новостей из Мичигана глава администрации общих служб США Эмили Мерфи отправила письмо Джо Байдену и известила, что готова начать процедуру передачи власти. Здесь стоит отметить, что в США нет такого органа, как, например, Центр избирком в России, который считает результаты выборов по всей стране и оглашает их. У каждого штата свои правила и каждый штат просто отчитывается о том, кто из кандидатов там одержал победу. Но именно администрация общих служб США объявляет после выборов о том, что голосование завершено, результат известен и можно начинать процесс передачи власти. Дональд Трамп через Твиттер накануне сообщил американцам. Он продолжит борьбу в судах, но ради благополучия страны он позволит своей администрации делать то, что они должны делать. То есть передавать дела команде Джо Байдена. Интересно, что сегодня Дональд Трамп дважды появлялся перед телекамерами. Сначала на утреннем брифинге в Белом доме, а затем на дневной церемонии помилования индейки. Трамп ограничился лишь краткими заявлениями. С гордостью сообщил о рекордном росте фондового рынка на фоне успешных работ над вакциной от COVID-19, но никак не прокомментировал вчерашнее заявление ведомства. Тем временем в США цифры ежедневных заражений уже близки к двум сотням тысяч. Ограничительные меры усиливают по всей стране. Так, например, в Лас-Вегасе. С этого дня разрешено заполнять казино лишь на 25%. Эта же норма распространяется на тренажерные залы, студии, танцев, музеи, художественные галереи, библиотеки, зоопарки и парки развлечений. В ресторанах будет необходимо заранее бронировать место, а за столом могут находиться не более четырех человек. В соседней Калифорнии вслед за введением комендантского часа на большей территории штата с 10 вечера и до 5 утра сейчас также обсуждают возможное возвращение к жестким ограничениям и в Лос-Анджелесе. Жителям города могут приказать все время находиться дома, как это было в марте и апреле. Если до этого дойдет день благодарения, население крупнейшего города штата не сможет отметить даже самыми близкими друзьями. Им придется ограничиться лишь семейным кругом. Ну а с 18 ноября локдаун объявлен в штате Орегон и в штате Вашингтон. Число заболевших растет, как и количество госпитализаций. Штраф или тюремное заключение – такие наказания предусмотрены для жителей, если они не будут соблюдать новые ограничения. Подробности у Ольги Щербаковой. Закрыто. И таких табличек в Портленде сотни. Они на разорившихся ресторанах, развлекательных заведениях, спортивных залах. В столице штата Сейлеме перед резиденцией губернатора толпа протестующих. Они требуют отменить коронавирусные ограничения. Вы любите Америку? Большинство протестующих – владельцы малого бизнеса из Орегона. Их деятельность заморожена. Рестораны готовят еду только на вынос. Деловые встречи запрещены. Отменены свадьбы и поминки. Группа рестораторов уже подала иски против распоряжения губернатора об ограничении их работы. Под запретом и работа фитнес-клубов. Ольга Череватенко – владелец популярной когда-то фитнес-студии. Весной – в первую волну пандемии. Закрытие клуба стало для нее большим финансовым потрясением. Летом занятия проводились на свежем воздухе. В начале осени – по зуму. Но клиентов все меньше, поскольку они тоже теряют работу и сокращают расходы. Новая так называемая заморозка вкупе с первыми заморозками и останавливают все возможные занятия фитнесом. Мы не могли возвращаться к нашему бизнесу. Клиенты теряли работу, потому что закрывались бизнесы. Мой бизнес потихоньку стал меняться. И все время была неопределенность во времени, что будет, куда нам идти, где снимать помещение. Потому что не было известно решение правительства. Гранты для поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса в Орегоне и Вашингтоне очень ограничены. Получить их нелегко. Да и квоты несоизмеримо малы. По данным онлайн-справочника ЕЛП, 60% бизнесов в штате из-за пандемии не откроются больше никогда. В Портленде закрыли многие общественно значимые объекты. Это японский сад, одна из главных достопримечательностей и жемчужин города. Многими сотрудникам предложили так называемое временное увольнение. Формулировка, уже набившая оскомину. Это значит, что им придется быть на сокращении несколько недель или месяцев до дальнейших распоряжений. Без зарплату платить им попросту нечем. Собираться вместе жителям штата Вашингтон нельзя. Максимум 5 человек. И то на открытом воздухе. В Орегоне можно в шестером. Но только представителям двух семей. За нарушение штраф 1250 долларов или месяц тюрьмы. Губернатор штата Орегон Кейт Браун призывает вызывать полицию, если соседи нарушают предписанные ограничения. День благодарения, на который по традиции съезжаются родные и близкие, в этом году точно пойдет по другому сценарию. А тем, кто все же решится ехать к родственникам в другой штат, по возвращению рекомендовано быть на двухнедельной самоизоляции. Врачи с такими ограничениями согласны. К сожалению, у нас не только всплеск заболеваемости, у нас всплеск смертности. Вот в чем дело. Потому что у нас был такой момент, когда количество заболеваний росло, а количества смертности нет. Я знаю, что в Орегоне, по-моему, только осталось 50 коек в ICU. И скорая, в принципе, очень сильно заполнена. Семейная медицина, литропевты, они пытаются достучаться до пожилых людей. Потому что пожилые люди боятся идти в аптеку, брать свои медикаменты. Они боятся прийти в клинику. И у нас много запущенных, понимаете, случаев. То есть диабет запускается, гипертония запускается, депрессия очень сильно запускается. Почти вся семья преподавателя музыки Надя Очелковой недавно переболела коронавирусом. Когда ее 83-летнюю бабушку с высокой температурой отвезли в больницу, надежда, что она вернется оттуда живой, угасала с каждым часом. Но, к счастью, она выжила и сейчас идет на поправку. Болела и сама Надя. На ту неделю, когда я лежала и не вставала, умерло несколько наших друзей. Это правда. Несколько близких людей, с кем мы довольно-таки близко борем. От ковид? Да. У меня, допустим, вообще не было температуры, но у меня через две недели начала болеть в груди сильно. Знаешь, как легкие боли. Я не могу продохнуть. У меня сейчас еще немножко осталась одышка, если я что-то делаю. Там хожу или какую-то работу. А так, я тоже делала эту дыхательную гимнастику. И были дни, когда я просто, знаешь, ты дышишь и не можешь продохнуть. Это страшно. Хотя температуры нет. У знакомых, у наших, это не сплетни, не новости из соцсетей. То есть это реально люди, которые вот, что там один парень молодой переболел ковид, и все хорошо, пошел на поправку, карантин сняли. Никаких симптомов не осталось. Просто ложится спать и больше не просыпается. Потому что у него там осложнение на сердце было. Новые ограничительные меры действительно могут затормозить распространение коронавируса. Однако они же провоцируют очередной сплетс безработицы. Только за последнюю неделю еще 472 тысячи человек подали на пособие. В Орегоне это 200 долларов в неделю. Правда, чтобы получить эти средства, приходится ждать минимум месяц. Из-за большого числа желающих. Надя вернулась к работе. Преподает музыку онлайн. Ее муж тоже музыкант. Работы не нашел. Чтобы оплачивать счета, уехал в Сан-Франциско на заработки. Ольга Щербакова специально для РТВИ. Ну а тем временем в Европе каждые 17 секунд от коронавируса умирает один человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Количество ежедневных смертей приходится, находится на уровне 4,5 тысяч. Тем не менее, эксперты организации здравоохранения пока не призывают к введению всеобщего карантина. Они называют это последним средством, так как ущерб, связанный с самоизоляцией, тесно связан с экономическими последствиями, а также обострением проблем психического здоровья, а также со злоупотреблением алкоголя и другими релаксантами, а также еще и с домашним насилием и нарушением работы медицинских служб. Стремятся ли власти избежать строгого запрета на выход из дома? Об этом репортаж нашего корреспондента Сурена Мативосяна. Проблему коронавируса обсуждают на европейском уровне. И сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что закончено согласование договора о поставке 160 миллионов порций вакцины от коронавируса в Европу. Первая партия, 80 миллионов уже по идее не должна заставить себя долго ждать. Это что касается Европы. Если говорить конкретно о странах, то, например, Австрия поставила себе достаточно амбициозную цель до марта 2021 года привить больше половины своего населения. То есть правило будет называться 50% плюс X. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения Австрии. Если мы говорим о тех странах, где действительно рекордно высокое количество новых заражений и смертей, в частности стоит упомянуть Францию. Например, там до сих пор очень высокое количество зараженных. Количество зараженных исчисляется, я прочитаю точную цифру, 234 зараженных на 100 тысяч населения, что считается преувеличением нормы уже практически в 5 раз. 50 зараженных на 100 тысяч населения считается той критической суммой, после которой статистика уже считается опасной. В Испании точно так же очень опасная ситуация. В частности, в Мадриде некоторые районы перешли на практически полный карантин. Да, там количество инфицированных исчисляется уже 400 зараженных на 100 тысяч населения, то есть уже восьмикратно превышает ту статистику, о которой мы с вами говорим. Ну, а если говорить о Германии, то здесь, кажется, Рождество будет спасено, при этом карантин будет продлен. Да, как ни странно. Все так же под запретом остаются мероприятия большие, крупные. Сейчас ведутся переговоры о том, как же поступить с церковными службами, например, которые достаточно важны для протестантской католической Германии. Да, и также будет действовать правило, вероятно, до февраля, о том, что собираться можно будет максимум в пятером и максимум двумя домохозяйствами. Скорее всего, придется выбрать одно, так сказать, одно домохозяйство, с которым вы будете официально плотнее всего общаться, и, скорее всего, это будет единственное домохозяйство. С федеральной землей Германии сегодня совещались на этот счет перед завтрашней встречей с канцлером, и, соответственно, земли вынесли следующее предложение, чтобы начать праздник или разрешить праздновать Рождество уже 23 числа до 1 января. Да, и подразумевается, что в эти дни можно будет встречаться до 10 человек из разных домохозяйств. И, как ни странно, правительство Германии завтра выступит встречным предложением, где они уже порекомендуют, так сказать, немцам раньше начать отмечать и разрешат собираться чуть раньше, чем именно 23 числа. Что касается всех остальных правил, кроме этих исключений, действительно придется выбрать себе лучшего друга или лучшее содружественное домохозяйство и с ними отвечать предстоящие праздники. Ну, хотя бы так. Немцы вряд ли простят последнее Рождество Меркель в карантине. Понимаете, Меркель уходит в отставку в следующем году, об этом было объявлено заранее. И очень важно для правящей коалиции, для правящих партий провести это Рождество максимально приближенным к традиционным условиям. К историку Юрию Дмитриеву продлили арест на три месяца. Сегодня суд в Карелии повторно рассмотрел дело против историка о развратных действиях, изготовлении порнографии и хранении оружия. Заседание проходило в закрытом режиме. Дмитриев будет находиться под стражей до 27 февраля следующего года. Летом, я напомню, суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам тюрьмы. Историка признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. По остальным статьям Дмитриева оправдали. С учетом срока отбытого в СИЗО, историк должен был выйти на свободу в ноябре этого года. В сентябре Верховный суд Карелии ужесточил приговор по статье о насильственных действиях. До 13 лет колонии. Приговор по другим статьям отправили на пересмотр. В начале ноября Дмитриев подал касационную жалобу на приговор. И сейчас историк находится в СИЗО Карелии в Петрозаводске. Полиция Парижа разогнала лагерь нелегальных мигрантов в центре французской столицы. На площади республики волонтеры еще вечером установили около 500 палаток, куда сразу заселили приезжие. В основном из Афганистана. Лагерь простоял около часа. Мигрантов с площади прогнали полицейские. В Би-Би-Си отмечает, что в некоторых случаях правоохранительные органы действовали весьма жестко. Применяли дубинки и слезодачивый газ. Препятствовать силовикам пытались активисты, правозащитники и некоторые французские политики. Позже назвали методы работы полиции недопустимыми. А министр внутренних дел страны и вовсе заявил, что потребует от подчиненных отчета о произошедшем. Добавлю, что около недели назад валид-полицейские разогнали лагерь приезжих в пригороде Парижа Сен-Дени. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит весьма жесткую политику в отношении нелегальных иммигрантов, многие из которых конечным пунктом видят Великобританию, пытаются попасть на остров из портового города Кале. В Гватемале не стихают многотысячные акции протеста, кое-где демонстрации уже обернулись беспорядками. В столице страны манифестанты подожгли здание национального конгресса. Огонь удалось потушить, но протестующие продолжили забрасывать здание камнями. На улицы люди вышли после того, как парламент страны утвердил бюджет на следующий год. Парламентарии проголосовали за документ, существенно сократив расходы на образование и медицину. Заседание, на котором было принято это решение, прошло с нарушениями. В отсутствии кворума президент Гватемалы Алехандро Джаматей призвал протестующих не нарушать общественный порядок. В то же самое время вице-президент страны заявил о готовности уйти в отставку и призвал главу государства сделать то же самое. Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Состояние бизнесмена выросло более чем на 7 миллиардов долларов и достигло отметки в 128 миллиардов. Маск обогнал в рейтинге основателя Microsoft Билла Гейтса. Первое место в списке Bloomberg занимает основатель и глава компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 182 миллиарда долларов. На прошлой неделе Илон Маск обошел в рейтинге главу Facebook Марка Цукерберга и вытеснил его из стройки лидеров. По данным агентства Bloomberg, за 2020 год состояние Илона Маска увеличилось на 100 миллиардов долларов. Такой рост объясняется ростом курса акций Tesla и капитализации компании. В начале года предприниматель занимал 35-ю позицию в списке по версии агентства Bloomberg. Китай запустил ракету-носитель с аппаратом, который доставит на Землю образцы грунта с Луны. Ракета Чэньчжэн-5 стартовала с космодрома Вэнчан на острове Хайнань в 4.30 по местному времени. Станция Чэньчжэн-5 совершит посадку в районе океана Бурь в западной части видимой стороны Луны. Ожидается, что китайская миссия займет около 23 дней. Аппарат должен вернуться на Землю с двумя килограммами лунного грунта в середине декабря. В случае успеха миссия Китая станет первой за 44 года страной, которая доставила геологические образцы с поверхности Луны. В начале 70-х годов в рамках американской программы «Аполлон» на поверхность спутника Земли побывали 12 астронавтов. НАСА США доставили с Луны почти 400 килограммов грунта. Автоматические станции Советского Союза отправляли за лунными породами. Трижды последняя из них – Луна-24. Она была запущена в 1976 году. Ну и это пока все новости к этой минуте. Последнее обновление и развитие событий на сайте РТВ, а также на наших страницах в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok